Приветствую вас. Смотрите. Вообще говоря, надо бы разобраться вам в своих чувствах, Анастасия. Во-первых, что значит недавно вступила в отношениях с плотным человеком? Недавно, да. Когда? Сколько вы друг друга знаете? Что мы с вами общими, если общие с вами? Это важно. Вы говорите, он мне признался в чувства, хорошо, а вы? Что для вас значило то, что он признался вам в чувства? Как легко вы сходитесь с людьми? Для чего вы устраиваете отношения? Это очень важно. Смотрите, вы пишите «Мне больно и обидно». Но понять вы пытаетесь его? Мне больно и обидно, но в любви ему вы не признавались. По крайней мере, судя по тексту. Я понимаю, что вам больно и обидно. Я понимаю. Но я так все понимаю, почему. Потому что вам указали на ваши проблемы. Вам указали на ваши страхи, вам указали на ваши противоречия, вам указали на ваши трудности, на ваши слабые и уязвимые места. Теперь давайте подумаем. Если у вас эти слабые места есть, отвергая и избегая которых, вы порождаете боль и обиду. Ну боль, обида это немножко другое. Не влияют ли эти слабые места на ваше поведение с молодым человеком? Что касается обиди, то обида это перенос ответственности на партнера за то, что происходит лично с вами. Обида, то есть перекладывание ответственности, то есть непринятие личной ответственности на себя. Такое поведение берется из детско-родительской семьи и, соответственно, является сценарной моделью поведения. То есть моделью-моделью поведения, которая повторяется по жизни. Соответственно, ее нужно корректировать, потому что обида это собственность человека. Пока я обижен, виноват другой, делать мне ничего не надо. Я могу ничего не делать, пока я обижен. А я ничего не делаю, потому что я боюсь что-то сделать, ибо не приемлю неудачи. И не приемлю меня неудачи скорее всего как для себя, так и для своего партнера. Ну, для окружающих, грубо говоря. Вот примерно то, на что вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Вы говорите, что вот мужчина, вот он такой, ну, я так понял, общительный, такой. Ну, ну, такой сам себя весь. Коммуникабель. Вот. Вы пишите. Я как дура решила простить ему это. Вот что значит, я как дура решила ему это простить? Что значит, как дура? То есть вы или принимаете то, что делают с партнером, или нет? Понимаете? А, что значит, как дура? Это значит, что вообще-то я не хотела принимать. Вообще-то я не хотела прощать, но простила, потому что... Потому что что? Вот как у вас сочетается вместе нежелание прощать и простить? Вот давайте постараемся с вами в том числе на это ответить. Давайте попытаемся на это, на это ответить. Постараемся ответить на это, да? Вы пишите. Мне явно, что любовью тут и не пахнет. Ну, возможно. Возможно. Любовью здесь возможно. И не пахнет. Спорить с этим нельзя, потому что, ну, лично я допускаю, что у молодого человека действительно могла быть такая вот форма общения с этой девушкой. Просто теоретически могло быть такое. Поэтому, давайте скажем так, да? Что, окей, любовью тут не пахнет. Для вас это неприемлемо. Я говорю, хорошо. Ну, так извините. И с вашей стороны, что, вау, любовью-то, слышу, не пахнет. Ну, в том смысле, что, в том смысле, что, в том смысле, что, нет ничего в вашем тексте такого, что, навевало бы, на мысль, о том, что у вас, ну, вот, к человеку, есть чувство. То есть, вы меня извините, конечно, но вот, судя по тому, что вы пишете, я бы сказал, что вы требуете от человека любви и хорошей отношения, но, сами, при этом, в любви, ну, вот, не сказать, чтобы признаетесь. Вот. И, безусловно, я не говорю, что вы должны, я не говорю, я не считаю, что, что вы должны признаться у человека в любви, нет. Я говорю лишь одно, что это очень похоже, чисто внешне, на какую-то такую настороннюю модель отношений. С другой стороны, с другой стороны, повторюсь, что проблема заключается не в молодом человеке и не в том, почему он так поступил, а проблема заключается исключительно в том, как вы это воспринимаете и то, какова причина, ну, вот, грубо говоря, о вашей обиде и боли, как вы говорите. Вот это очень важный, на мой взгляд, момент. Вот. На это вам нужно обратить свое внимание. Для того, чтобы разобраться в себе и разобраться в ситуации. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Тогда обязательно. Спасибо.